МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. На пределе силы возможностей. Как на Черкащине проходили соревнования пограничных спецназовцев. Соломон принимает поздравления. Двухмиллионным пассажиром аэропорта Львов стал 4-месячный малыш. Быстрые и надежные современные кроссоверы помогут разрушить преступные схемы на границе. Экстремальные условия для этих ребят дело обычное. Ведь они пограничные спецназовцы. Их место там, где без надлежащей подготовки не обойтись. В течение 5 дней на базе главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота проходил турнир подразделений быстрого реагирования. За звание лучшей мобильной группы состязались 18 команд. Эти соревнования они посвятили памяти товарища, старшего сержанта Василия Полякова. Военнослужащий 10-го отдельного отряда «Дозор» погиб 11 июля 2014 года во время героической обороны пункта пропуска «Должанский» на границе с Россией. Ежегодно на турнире неизменно присутствуют родители героя-пограничника. В программе соревнований 8 этапов. Сначала физическая подготовка. Здесь главное — командный дух. Под пристальным наблюдением инструкторов участники выполняют упражнения за упражнением. Это, кстати, одно из самых сложных. Трудно, но бойцы не сдаются. На каждом задании команда против... Команда отрабатывает и показывает не только силовые качества, но и командную работу, а также умение логически мыслить, чтобы правильно выполнить задание. Думать, чтобы правильно выполнить задание. Далее еще несколько подходов полной амуниции. А это стрельбы. Вот где настоящий азарт. Отработав меткость, идут узнавать оценки. Говорят, справились хорошо. Стрельбы очень хорошо подготовлены. У нас три этапа. Первый — стрельба из пистолета, второй — из автомата, и третий этап — комбинированный. Впервые в соревнованиях приняли участие курсанты Академии пограничной службы. Новичкам никаких поблажек. Все упражнения выполняли наравне с профессионалами. У меня и моей команды есть возможность показать себя с очень хорошей стороны и в физической подготовке, и в огневой, и в тактико-специальной. Специальной подготовки. Результатами дебютанты довольны. Они даже пообещали приехать в следующем году уже офицерами. Командир отряда «Дозор» такую идею поддерживает. Надеюсь, мы рассмотрим вопрос о назначении выпускников Национальной Академии сразу на первичные офицерские должности в подразделение 10-го мобильного отдельного пограничного отряда «Дозор». Но действительно адское испытание ожидало участников в финале. Они попали в настоящий квест. И раненому помогали. И гранаты бросали. И на смотровую башню поднимались. Побывали даже в этой тайной комнате. Работа почти вслепую. Однако среди густого дыма участники все же находят кодовое слово. За соревнованиями внимательно наблюдали представители посольства Соединенных Штатов Америки. Они убеждены, что сотрудничество с украинскими пограничниками плодотворно. А уровень нынешнего турнира действительно впечатляет. Я была поражена соревнованиями, участием «Дозора» и других команд. Такие турниры, как в Украине, так и в Соединенных Штатах, являются ключевыми для мотивации и улучшения навыков. Уже в следующем году к участию в турнире планируют привлечь спецназовцев, национальной полиции и нацгвардии. Так что тренируйтесь, пограничники. Престиж соревнований растет. На днях аэропорт имени Данила Галицкого во Львове праздновал важное событие. Его пустил двухмиллионный пассажир. И это только за нынешний год. Такой высокий показатель здесь наблюдают впервые. Зафиксировали рекорд пограничники, которые и оформили счастливчика. Правда, сам герой дня вряд ли осознавал важность своей миссии. Знакомьтесь, почетного пассажира зовут Соломон. Ему всего 4 месяца. Однако родители малыша, Самуил и Илона, класс сыны, очевидно польщены вниманием и подарками. Семья, проживающая в немецком Дортмунде, прилетела в Украину на свадьбу друзей. И даже не ожидала такого приема. Кстати, мало кому известно, что в начале 20 века аэропорт Львов принимал всего по нескольку десятков пассажиров, причем не только аэропланов, а и дирижаблей с воздушными шарами. Аэродром, где сейчас находится терминал, открыли в 1929 году, а его предшественник на Ливандовке появился еще в далеком 1914-м. И выглядел вот так. Но время неумолимо. В этом году Львовский аэропорт демонстрирует 40-процентный рост пассажиропотока, а старинный город Льва привлекает все больше туристов. Добавилась работа и пограничникам. Ежесуточно они оформляют около 6-7 тысяч человек, и это не предел. На очереди трехмиллионный пассажир. Смотрите далее. Быстрые и надежные современные кроссоверы помогут разрушить преступные схемы на границе. Турецкий транзит, как переправщик-рецидивист земляков в Европу в один. Украинские границы — это сплошные преграды. Здесь и горы, и болота, и водоемы. Но разве плохих парней это когда-нибудь останавливало? Не успеешь оглянуться, они уже тут как тут, хорошо оснащенные, мобильные и нахальные. Голыми руками не возьмешь. Так что безнадежной и эффективной техники зеленым беретом не обойтись. Вот такой, к примеру. 114 новеньких патрульных кроссоверов, которые заменят устаревшие модели, значительно уменьшат шансы злоумышленников на успех. Эта плановая работа по замене старых образцов на современные технически надежные и комфортные автомобили. Большая часть автомобилей отправилась на северо-восточный рубеж, туда, где Украина граничится с травмой-агрессором. Еще одну большую партию распределили на западную границу. Меньше досталось морскому участку, и это закономерно. Выбор моделей не случайный. Выбирали с учетом положительных отзывов персонала пограничной службы, которые ежедневно используют по службе такие образцы техники. Техники. К тому же железных коней изрядно запюнинговали. Машины оснащены техническими и электронными новинками. И что ж, господа контрабандисты, начинайте бояться. Тревожные вести поступают сегодня из многих стран мира. Кризисы, войны, безжалостные стихии. Тысячи обездоленных бегут на чужбину от нищеты. Часто нелегально. Многие путешественники оказываются и на украинских рубежах. Большинство держит курс на Западную Европу. Выходцев из проблемных регионов понять можно, но зарабетчане из Турции? Может, эти люди не в курсе, что их страна самая развитая в регионе, а ее экономика растет? А еще Турция член НАТО. Вы только посмотрите на эту мощь. Нет, не греет. Лучше Айда в Европу. С начала нынешнего года только на западных рубежах пограничника задержали почти две сотни выходцев из этой страны. Нелегальные воежи часто организуют соотечественники мигрантов. Этих трех граждан Турции и их земляка-куратора задержали пограничные оперативники в Одесской области. Все они попали к нам через Молдову и планировали следовать дальше в страны ЕС. С каждого подопечного предприимчивый турок брал по пять тысяч долларов США. В пакет услуг входило изготовление фальшивых документов и сопровождение. На этом и погорел. Результат перед вами. Интересный факт. В октябре иностранцы уже задерживали на территории Украины. Тогда его осудили за организацию незаконной переправки людей через границу, а вскоре выдворили на родину с запретом въезда в нашу страну на три года. Не помогло. Не прошло и месяца, как он вернулся, чтобы снова взяться за старое. А зря. Пока идет следствие, злоумышленник взят под стражу с залогом в пять миллионов гривен. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Впрочем, к его землякам Фемида отнеслась более снисходительно. Уплатив по восемь с половиной тысяч гривен штрафа, они вернулись домой. Нарушителей выдворили с запретом въезда в Украину на пять лет. С катертью дорога, как говорится.